Всем привет, с вами Игорь Диаморф и моя новая лайт-рубрика про вещи. В этой рубрике я вам буду рассказывать про лот, кому его собирать, зачем его собирать и в каких ситуациях его собирать. Начнем с такого артефакта как Владимир. Насколько вы знаете, Владимир актуален тем героям, которым он нужен и которые идут чаще всего в лес, у которых есть второстепенные друзья. Ну, какие второстепенные друзья? Например, у Чена, который, ну, естественно, ему примечательнее будет фармить лес где-нибудь на нижней линии, либо на верхней, в зависимости от того, кем вы играете. То есть Чену будет актуален Владимир, потому как он призывает нейтралов. Может их, так скажем, завербовывать. Будет актуально Мипа Владимир, потому что Мипа, как вы знаете, их пятеро с, собственно, Ганимом. Будет актуален Владимир, собственно, Джаггернаут, он, кстати, уже в последнее время не актуален. Если в начале обновления доты 2, в начале бета-теста Владимир собирался и собирался почти всегда, то сейчас Джаггернауту собирают Москов Мэнесс, потому как у Владимира Вампиринусом 16%, у Москов Мэнесс 20%, и Москов Мэнесс дает скорость атаки, в то время как Владимир ее не дает. Он дает лишь дополнительный урон в виде 15%. Ну и также героем, которые идут забирать Рошана, это может быть Урса. Урсе тоже будет актуален Владимир. Почему? Потому что она, собственно, идет забирать Рошана, а если мы купим ей Доминатор, ну, оно как-то не будет стыковаться, честно говоря. И в фарме лес Урсой, собственно, всегда, ну, в народе собирали Владимир, потому что Владимир это такая себе промежуточная часть, где вы можете купить ренткофрель, регенерации, кольцо регенерации, которого Вам будет, в принципе, хватать в лесу с головой, если Вы будете работать на отводах, и таким образом выформить, так скажем, лес. А что касается начальной закупки Владимира, с чего его стоит собирать, я считаю, что нужно в начале игры купить, помимо, естественно, Танго, либо Сэлф по вкусу, Кларити и Рион Брэнч, или Моба Забиралки, что Вы предпочитаете, либо Щитка. Я считаю, что необходимо, если Вы собираете Владимир, играете Урсой или другим персонажем, то Вам необходим Ринк Протекшн, который даст плюс 3 броне, потому его как можно купить только в магазинах у себя дома, скажем так. И, собственно, дальше мы не собираем Базилиус, мы начинаем собирать с кольцо регенерации, потом мы Ринбазилиус собираем, и потом Орбит Маск, и, естественно, последним делом рецепт. Вот, кстати говоря, кроме рецепта это все можно купить, ну и кроме кольца можно купить вот этих вот лавочках. Вот, это нужно знать, чтобы эффективно, без траты времени, и тем более, если у Вас еще и куры нет, чтобы это эффективно все сделать и не терять время, потому как фарма в лесу и окончательный лейт, ну, будет, по сути, зависеть от Вас, как Вы нафармите, так Вы, в принципе, и проживете игру. Так, что касается еще, то есть Владимир это Аура, естественно, с другими собранными такими же Владимирами он стакаться не будет, но будет стакаться вот с Масков Майонез, будет стакаться с Морбит Маск, вот, в Урсе достаточно купить, я думаю, ПТ, Морбит Маск, ну, хотят лучше собрать Владимир, и она уже после 7-8 уровня может забирать Рошана смело, вот, ну, то есть это все, в принципе, актуально. Даже Джаггернаут, который, собственно, раньше ему собирали Владимир все время, Владимир, сейчас ему собирает Мом, потому как у Джаггернаута есть криты, и вот у СК, собственно, чем чаще Джаггернаут будет атаковать, и в случае с СК, тем больше они получат лайфстил. Почему? Потому что будет выпадать критический урон, что, соответственно, умножает получаемый лайфстил. Ну, то есть, скажем, блин, простым языком, выпадают криты, вот сколько вам критов выпало, вот тут 300%, да, значит, ну, у вас восстановится больше, естественно, хп, чем при обычной атаке. Вот, я думаю, это, в принципе, объяснил, сумел объяснить. Вот, поэтому Джаггернауту и в Райткингу, не знаю, как в Райткингу, а в Джаггернауту Мом вместо Владимира очень даже. Ну, в принципе, все, дорогие друзья, спасибо за просмотры. Ну, какие, кстати, могут быть примечания? То, что, кстати говоря, Владимир, он не может использовать сам в Мантастайл, если вы соберете, то он не будет на них работать, ауровампиризма не является особым модификатором атаки, о чем я и говорил. Дополнительный урон зависит от базового урона и от урона, получаемого от атрибутов. Вот, бонусы не суммируются с аналогичными от ауры Ринг Базилиус и Ринг Аквалия и других Владимиров. Это означает то, что ауры суммируются, Владимиров не будет. Ну, и ауровампиризма не будет восстанавливать здоровье за удары по катапультам и строениям. Это тоже нужно запомнить. Ну, в принципе, любая модификация лайфстила, она не будет, собственно, при биении башни восстанавливать вам хп. Вот, ну, в принципе, все. Спасибо за просмотры. Это была информация про Владимир. Играйте, выигрывайте. С вами был Игорь Деморф. Всем удачного дня. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok